Жара не стала ждать лета. И в желании охладиться украинцы литрами поглощают газированную минералку. Чем рискуют навредить своему здоровью, говорят врачи. Исключаются сильно газированные напитки. Не рекомендуется сладкие напитки, такие как лимонад, кола. Потому что от них человек не напивается. И они, в общем-то, не утоляют жажду и только приносят вред. Утолить жажду без вреда для организма помогут напитки на травах, холодный чай и фреш, свежевыжатый сок. Что я делаю? Я беру малину. И вот эти стручочки, которые коричневые, видите, нарезаются они, завариваются пять минут, настаиваются. Пенсионерка Валентина Ивановна для охлаждающих напитков использует всё, что растёт на её огороде. А растут там лимонник, малина, черноплодная рябина, мята и мелиса. Вот этот напиток я сделала сегодня с черноплодной рябины, лимона и очищенной воды. Можно сюда ещё, по желанию, добавить мяту, мелису. У кого есть лимонник, можно добавить ещё лимонник. Для вкуса. Кто как любит. Кто любит покислее, кто любит чуть-чуть слаще. Запорожцы уверяют, тоже не чураются дорог природы. Варю компоты. У нас в дедушке и бабушке свой сад, поэтому с фруктов варим. Серьёзно, такой компот. У нас замороженные фрукты много. Мы просто варим компот. А это всё вредно. Мне только нравится всё своё домашнее. Чай лучше зелёный. Ну и свежемороженные фрукты. Если кому одних напитков мало, в распоряжении целый Днепр. Причём, как никогда тёплый. И некоторые жители города уже начали купальный сезон, не дожидаясь его официального открытия. Причём, как никогда.